Тем временем приходит противоречивая информация о президенте Узбекистана Исламе Каримове, который ранее оказался в реанимации. Источник в аппарате главы государства сообщил агентству РИА Новости о том, что состояние Каримова стабильно. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также заявил, что Кремль не располагает подтверждением смерти узбекского лидера. О том, что Ислам Каримов скончался, первым сообщило информационное агентство Фергана со ссылкой на свои источники. По данным собеседников этого СМИ, президент Узбекистана, умер днем 29 августа. Источники телеканала РТВ также подтверждают это. Ранее стало известно, что Ислам Каримов попал в больницу с инсультом. Об этом писала в своем инстаграме дочь узбекского лидера Лола. Информацию о плохом состоянии здоровья президента впервые за все время его нахождения у власти подтверждало и правительство страны. Каримову 78 лет. Он находится на посту главы республики с 1991 года. Ему удалось обойти конституционную норму, запрещающую править страной более двух сроков. В марте 2015 года Каримов был переизбран в очередной раз, набрав более 90% голосов. Несмотря на наличие газа, за время правления Каримова республика не продемонстрировала существенного экономического роста. И до сих пор Узбекистан остается одной из беднейших стран постсоветского пространства. Кроме того, в международных СМИ неоднократно появлялись расследования о коррупции в республике. В одном из таких скандалов была замешана и дочь президента Гульнара Каримова. Ее подозревали в получении взяток от телекоммуникационных компаний. Кто станет преемником президента, если информация о его смерти достоверна, пока не ясно. По Конституции в этом случае обязанности главы государства в течение трех месяцев исполняет глава Сената, а затем должны быть назначены новые выборы. Как все это повлияет на судьбу Узбекистана и насколько можно верить сообщениям о смерти Каримова? Этот вопрос мы задали политологу и эксперту по Центральной Азии Аркадию Дубнову. Я полагаю, что этим сообщением и кончение Ислана Каримова стоит относиться к регионам. И опровержение, которое анонимное из аппарата президента, пока многого не стоит, поскольку оно анонимное. В любом случае, я говорю то, что говорил уже с утра, эпоха Каримова приближается к концу. Что касается будущего после Каримова, я не предполагаю каких-то катаклизмов, тектонических бигов в системе власти Узбекистана. Эта страна достаточно, так сказать, закрытая от внешних влияний, чуть более открытая, чем, скажем, Северная Корея. Все те, кто мог претендовать на какое-то значительное место во власти, они либо их уже нет с нами, либо они уже далеко в миграции.